А вы в курсе, что на благоустройство городов и станиц в этом году на Кубани потратят более полутора миллиардов рублей. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей Сочи и края. Но сегодня тема нашей программы – формирование современной городской среды. В Краснодарском крае действует одноименная краевая целевая программа. Она начала работать в этом году. А с 2016 на территории России реализуется и федеральный приоритетный проект по формированию комфортной среды, основной целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городских территорий в стране. Кстати, Минстрой России составил рейтинг регионов по реализации этого проекта. И Кубань заняла в нем третье место. Как я уже отметила, на благоустройство городов и станиц в этом году на Кубани потратят более полутора миллиардов рублей. Такие цифры озвучил губернатор Краснодарского края Венемин Кондратьев во время заседания Совета при полномочном представителей президента России в Южном федеральном округе. На видеосвязь с полномочным представителем главы государства вышли все руководители южных субъектов, в том числе и губернатор Краснодарского края Венемин Кондратьев. Федеральный проект по формированию комфортной городской среды стартовал в прошлом году. В 2017 только в Южном федеральном округе благоустроили около полутысячи общественных территорий. В этом году на юге страны участие в программах принимает в полтора раза больше муниципалитетов. Хочу напомнить о поставленном президентом Российской Федерации цели в его программных указе о национальных целях и стратегических задачах развития. Это кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. На сегодня, если посмотреть столичные города наших регионов, по данному индексу, только в Астрахани, Краснодаре и Симферополе имеется удовлетворительное качество городской среды. За прошлый год на Кубани привели в порядок больше 40 общественных территорий и почти 200 дворов. Работы по благоустройству велись в 22 районах края. На 2018 планы еще масштабнее. Уже сегодня к реализации проектов приступили в 28 муниципалитетах. В этом году у нас будет уже 92 объекта в 41 муниципальном образовании. Может быть, конечно, мы слишком завысили свою планку, но я вас заверяю, что невзирая на то, что мы заявили, что 41 муниципальное образование благоустроит свои общественные территории и дворовые, мы, посредством еще раз подчеркиваю, жесткого плана графика держим на контроле каждый муниципалитет. Еженедельно идет отчет. И мы уверены, что мы со своей задачей и с денежными финансовыми средствами, которые предусмотрены на эти цели, мы справимся. То есть они будут освоены. На совещании полпредпрезидента в Южном федеральном округе также озвучил итоги всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной среды в малых городах. На юге страны победителями стали сразу четыре населенных пункта, в их числе и город-курорт Геленджик в Краснодарском крае. Создание комфортных условий проживания населения – это одна из стратегических задач региона, согласно программе социально-экономического развития Краснодарского края, рассчитанной до 2030 года. Край участвует и в федеральной программе по формированию комфортной среды. Одним из условий включения края в эту программу было проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий в городах и станицах с численностью населения более 20 тысяч человек. В Краснодарском крае 44 муниципальных образования, отвечающих этому критерию. По итогам голосования, которое проходило в марте, было отобрано 59 общественных территорий. В опросе приняли участие более миллиона кубанцев. В крае предполагается благоустроить не менее 185 объектов. В Краснодаре, например, опрос проводился по 14 зеленым зонам. Из них выбрали пять. Сквер фестивальный, аллея в честь 80-летия образования Краснодарского края, сквер студенческий, сквер пограничников и сквер садовый. Места будущих парков и скверов в Краснодаре проинспектировал глава региона. Губернатор вместе с мэром Евгением Первышевым осмотрел краевую столицу и проверил, как идет благоустройство территории. Руководитель края сегодня проверил, насколько комфортен город для жизни краснодарцев. В плане инспекции скверы и парки, землю, под которой власти отвоевывали метр за метром. Среди таких объектов Николаевский бульвар в микрорайоне гидростроителей. Зеленую зону вдоль улицы автолюбителей еще предстоит привести в порядок. В августе прошлого года здесь собирались вырубить деревья, которые мешали строительству многоэтажки в этом районе. Ситуация очень взволновала общественников. Вениамин Кондратьев их позицию разделил и заверил, что будет держать вырубку зеленых насаждений на личном контроле. Я понимаю, что неотмотаем мы. Те годы, когда это все продавалось за большие деньги, то, что принадлежит всему городу и горожанам, просто продавалось отдельными чиновниками. Не боюсь этого слова. Не боюсь. А что сегодня возможно сохранить, давайте сохранять. Я еще раз говорю, я готов каждому судебному процессу подключаться и приходить на этот процесс и доказывать, чтобы то, что осталось в Краснодаре из зеленых массивов, из возможностей, в том числе построить школы, детские сады и спортивные площадки. И уже не говоря еще раз, подчеркиваю, про скверы, парки, которые необходимы, необходимы сегодня государствам сохранить. Сохранить. Вот если что-то не будет получаться, говорите об этом. В планах по благоустройству навести здесь порядок в 2019-2022 годах. Примерно в это время стартует реконструкция второй очереди Вишняковского сквера. Судьба рекреационной зоны давно волнует горожан. Долгое время она была заброшена. Три года назад губернатор дал поручение восстановить сквер и отреставрировать первый на Кубани памятник Ленину на его территории. Чтобы ускорить работу, зеленую зону внесли в список федеральной программы формирования комфортной городской среды. Около 55 миллионов рублей потребовалось для того, чтобы здесь демонтировали старые асфальты, бордюры, разбили клумбы и аллеи. И уже сегодня краснодарцы могут оценить, как изменился Вишняковский сквер. Здесь и активный отдых, и родители там у нас отдыхают, занимаются, и детские территории, пешеходные зоны. Соответственно, поддержали и восстановили, реконструировали памятник, который здесь Ленину находится полностью. Поменяли здесь уличное освещение, полив сделали. То, что было и стало, конечно, это разница. Вопрос только в том, что можем, коллеги, можем, если хотим. Я вам здесь хочу сказать благодарность, что этот сквер стал таким. А на самом деле это было непонятное какое-то такое место, в котором сквер можно было сложно узнать. А сегодня, на самом деле, я уверен, очень красивое, одно из красивейших мест Краснодара. В следующем году здесь облагородят чуть меньше гектара, который сейчас спрятан за забором. Это будет вторая очередь сквера. Территорию не так давно также удалось вернуть в собственность муниципалитета, тем временем на другом конце города уже развернулась масштабная стройка. Аллею в юбилейном микрорайоне, который заложили в прошлом году в честь 80-летия Краснодарского края, выбрали жители на голосование для первоочередного благоустройства в 2018 году. Всего парк займет территорию в 12 гектаров. На первых четырех уже работает строительная техника. Об озеленении и развитии территории губернатора просили сами краснодарцы, ведь была вероятность застройки части этой зоны многоэтажками. По инициативе Вениамина Кондратьева такой перспективы удалось избежать. Сегодня Евгений Первышев докладывает губернатору об уже проделанных работах. Сейчас уже выполнен проект берегоукрепления. Вот он здесь уже показан, как он будет выглядеть. И в дальнейшем, конечно же, создание, как я и говорю, единой пешеходной зоны, которая предусмотрена зеленой зоны, благоустроенной зоны, которая как раз и будет повернута к берегу и будет лицом города. Вот такие или хотя бы меньше парки должны быть в каждой части Краснодара, у каждого микрорайона. И на самом деле мы только тогда сможем сказать, что город становится еще более комфортным. Набережная очень хорошая идея. Четыре гектара мы отводим, я молчу, что мы отвоевали, отводим для создания парка. Это на самом деле большой парк. Четыре гектара. Это уже, друзья, будет достижение современного Краснодара. Согласно проекту, здесь появятся детские спортивные площадки, скейт-парк, оборудованная автомобильная парковка. На это планируют выделить больше 160 миллионов рублей. О важности парков для горожан говорят давно. Два с половиной года назад Вениамин Кондратьев поручил документально закрепить границы всех зон рекреации. Сейчас в крае организованы специальные комиссии, которые в ручном режиме проверяют все скверы и парки. Позиция главы региона в этом вопросе однозначна. Города Кубани не должны растерять зеленые зоны из-за частных интересов. Инна Чайко, Мария Крошная, Денис Перец и Денис Паскаленко. Кубань, 24. Краснодар. Подчеркну, что при определении списка объектов, в первую очередь нуждающихся в благоустройстве, обязательно учитывается мнение жителей. Это одно из важнейших условий краевой программы. В Сочи в голосовании участвовало 16 территорий, по 4 в каждом районе. Из них выбрали 8. Это те, которые будут благоустроены уже в этом году. В их числе микрорайон Мацеста. Там торжественно открыли новый сквер и пешеходный теренкур на набережной реки. Проект реализован в рамках краевой программы формирования современной городской среды. Строительство финансируется из бюджета Краснодарского края. Срок полного окончания работ намечен на конец 2019 года. Территория теренкура и парковой зоны в следующем году продлится от бальнеологического здания на Старой Мацесте до берега моря и соединится со знаменитой сочинской тропой здоровья, пролегающей вдоль побережья. Смотрим сюжет. Жители Мацесты принимают подарки. В честь дня города власти оборудовали для них новую прогулочную зону. Расположилась она вдоль реки. Теперь есть где совершить вечерний променад или утреннюю пробежку. Нам очень была необходима такая зона, поскольку у нас нет в нашем районе каких-то игровых площадок для детей, где можно провести время, покататься на велосипеде или просто отдохнуть. Далеке от транспорта, от проезжей части, ну и рядом река, воздух. Все будет способствовать закаливанию здорового образа и здоровому образу жизни. Такой подарок жители микрорайона выбрали сами. 18 марта сочинцы определились, как будет развиваться их родной город и проголосовали за благоустройство набережной реки Мацеста. Все жители Мацесты этого добивались, просили очень много лет, больше 20 лет. И когда был единый день голосования, президента выбирали, не только Мацеста. Большинство жителей Хостинского района голосовали за наш парк. Он самый большой, потому что здесь 7 гектар. Прогулочная зона – это часть большого проекта, рассчитанного до 2021 года. Сейчас реализуется его первая очередь. Уже появились брусчатка, лавочки и урны, а берег обравляют парапеты. Далее подрядчики поработают над освещением и озеленением территории. Работы завершены по восстановлению полотна для прокладки набережной, для пешеходной зоны, для устройства брусчаточных зон. Сделано две трети парка. Впереди еще три очереди, самых крупных таких. Будет велодорожка еще оборудованная, будет озеленение. До конца 2018 подрядчики обустроят еще 500 метров набережная. Пешеходная зона должна связать бальнеологический курорт Мацеста с Теренкуром. Все это реализуется в рамках приоритетного для Сочи краевого проекта формирования комфортной городской среды. Только в этом году на его реализацию выделено 220 миллионов рублей. А значит, парк на Мацесте – не последний подарок сочинцам. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Надо отметить, что благоустройство общественных территорий – это один из часто задаваемых губернатору вопросов на приемах граждан, которые Вениамин Кондратьев проводит регулярно, и куда со своими проблемами приезжают жители со всего края. У нас есть несколько примеров. Житель Новокубанска Максим Марандыкин приехал на прием граждан не по личному вопросу, а от лица всех жителей города. Их интересуют, когда наконец завершатся работы по благоустройству местного парка. Именно его новокубанцы выбрали для участия в программе по формированию комфортной городской среды. О сроках людям местные власти докладывают весьма расплывчато. О том, какие работы сейчас ведутся на объекте, Максим Марандыкин узнал только на встрече с губернатором. Прошли экспертизу, объявили конкурс на реализацию данного проекта. В августе месяце был заключен контракт со строительной организацией, которая приступила к реконструкции и обустройству данного парка. Сегодня процент исполнения по данному объекту составляет где-то порядка 55%. Над новым обликом парка уже вовсю трудятся рабочие. Там установят освещение, скамейки, появятся детские и спортивные площадки. Открыть зону отдыха обещают 15 декабря. Вениамин Кондратьев не понимает, почему обо всем этом нельзя было сразу рассказать жителям Новокубанска. Открытость должна стать основным принципом работы власти на любых уровнях. Людей очень сложно обмануть. С ними надо быть искренним. Искренним по-настоящему. Если говорить, что вот такая ситуация, которая задерживает реализацию обещания, то их сказать надо. Вот такая ситуация. Люди должны знать о том, что корректируется. Нельзя их держать в неведении, нельзя им просто обещать. Нужно по-настоящему понимать, что если мы им не будем говорить конкретику, то это информационное пространство займут слухи и сплетни. Правду. Правду. Еще раз правду нужно людям говорить. И они подождут. Но если уже сказали дату, тогда уж будьте добры. Возьмите кровь из носу, как говорится. Но сделайте. Заброшенные песочницы, старые качели и необорудованные места для парковки. Так сейчас выглядит один из дворов в Славянске-на-Кубани. Для тысячи жителей, которые проживают в многоэтажках по улицам Красная и Ковтюха, это единственная придомовая территория. О том, что двору требуется новый облик, губернатору рассказала Елена Федорова. На приеме граждан она узнала, что разрушенная площадка в следующем году станет современной зоной отдыха, благодаря программе формирования комфортной городской среды. Этот двор вошел в федеральный проект. Мы подготовили проект на смертную документацию для того, чтобы именно этот вопрос закрыть. Мы хотели бы поучаствовать в программе комфортная среда на общую сумму 12 миллионов 564 тысячи рублей. И в целом проблема у Елены Александровны будет закрыта. Романович, деньги 100 процентов уже 30 миллионов, они на ваш район зарезированы. И 12,5 миллионов идет на этот двор, который на самом деле, я уверен, будет красивым, комфортным. И там будут гулять не только дети, да и жители из этих домов, но и другие на него посмотрите и там отдохнуть. Внемин Кондратьев требует усилить контроль за программой по благоустройству. Вопрос реализации программы формирования комфортной городской среды губернатор поднял на краевой планерке. Новый облик в этом году получат улицы и парки в 41 муниципалитете, но есть те, кто очень сильно отстает от графика, в их числе Сочи, Хадыжинск и Ейск. Губернатор поинтересовался о сроках у министра топливно-энергии, энергетического комплекса и ЖКХ Края Александра Волошина. Это министерство является координатором краевой госпрограммы. Комфортную городскую среду, коллеги, ее же на самом деле формировать. А самое главное, что деньги-то у нас на это тоже есть и в краевом, и в федеральном бюджете. Деньги немалые. А давайте посмотрим, как мы подошли все-таки к реализации этой программы. Из 41 муниципального образования у нас стартовали вовремя и идут по графику только 28. Ответы у главы одни и те же, примерно у 13. А вот чуть-чуть не успели с конкурсом, то есть с голосованием, а вот что-то там с проектами, а вот еще. Так вот что с этим-то сегодняшним 13 делает? Они успеют или уже явно не успеют? Веременович, они успеют. И задача поставлена работать в две и в три смены для того, чтобы это все реализовать в те установленные контрактами сроки. Если не справятся, не справятся. То есть тогда мне четко дайте список тех муниципальных образований, которые говорили, били себя в грудь, они справились. В программе Край будет участвовать и в следующем году на то, чтобы уютные скверы и парки появились во всех муниципалитетах, выделят полтора миллиарда рублей. Ну и здесь местным чиновникам нужно быть расторопнее, вовремя подготовить необходимую документацию и разработать проекты. Но в целом, Крайвая программа по формированию современной городской среды рассчитана до 2022 года. В ходе ее реализации будет производиться корректировка параметров программы с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития края. Ну и на этом мы заканчиваем. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш край и город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.